И к другим новостям. В следующем году в 26 микрорайоне распахнет в свои двери новый детский сад, здание которого на протяжении 20 лет оставалось бесхозным. Жители обратились к местным властям с просьбой отреставрировать сооружение и запустить работу детского сада. В 26 микрорайоне функционирует только одно дошкольное учреждение. Открытие нового сада позволит решить проблему с нехваткой мест. Внешний вид здания детского сада оставляет желать лучшего. Сооружение расположено в центре девяти домов. Ведя такую картину, жителям становится не по себе. Они мечтают о том, чтобы здание приобрело нормальный эстетический облик. Здание детского сада в ужасном виде. Недавно здесь был пожар. Когда мы узнали об этом, нам стало страшно за своих детей. Мы были бы очень рады и признательны, если государство проведет реконструкцию здания и здесь заработает новый детский сад. Мы хотим своих детей определить новый детский сад. Нам нужно выйти на работу. Но это невозможно. Детей не с кем оставлять. Если сад заработает, то вопрос работы решится во многих семьях. Поэтому мы с нетерпением будем ждать скорейшего открытия. В 26 микрорайоне высокий спрос на места в детском саду. Если здание отремонтируют и сдадут в эксплуатацию, то наша проблема решится, говорят родители. В 26 микрорайоне много детей. Каждый день в нашем городе увеличивается число новорожденных, а детских садов не хватает. Очень много детей стоят в очереди в садик. Если бы в нашем микрорайоне открылся новый детский сад, было бы очень удобно и хорошо жителям нашего микрорайона. Мы бы сюда своих детей водили. Ближайшее будущее желание жителей исполнится. Городской отдел образования работает над этим. Уже в следующем году детский сад номер 38 будет сдан в эксплуатацию, уверяют специалисты. В 38 сад в 26 микрорайоне скоро будет полностью отремонтирован. Мы реализуем проект в рамках ГЧП. После завершения ремонта сад будет принимать детей от двух лет и старше. Детский сад рассчитан на 280 мест. Его запуск позволит не только обеспечить детей дошкольным образованием, но и создать новые рабочие места. Сабина Балашкина, Саламат Каипов, Каспиакпарат.